Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру под названием Mass Effect. Сегодня я буду проходить часть главного квеста сюжетного, который будет называться Vermeer Plunge Saron. Конечно же, первую часть я пропущу, где мы высаживаемся и просто едем, потому что там однообразный геймплей, а вот там, где уже будет лагерь, я немного по-другому пройду. Собственно, потом я еще и отдельно рассмотрю задание именно вот этот, Рекс и Геннафак. Отдельно посмотрю все возможные варианты, как там можно проблему с Рексом решить. Просто я вот хочу за отступника посмотреть, как будет развиваться диалог, потому что в нескольких местах можно как отступника говорить. В принципе, нейтрального персонажа я уж смотреть не буду, потому что временами он говорит верхнюю фразу, временами он говорит нижнюю фразу, временами он просто часть говорит верхнюю фразу или нижнюю фразу. В общем, это такое среднее. А иногда он, конечно, говорит что-то свое, но это очень-очень редко. Обычно он просто ассоциирует либо верхнюю фразу, либо нижнюю. Ну, иногда он просто не договаривает верхнюю и нижнюю фразу. Так, ладно, я сейчас высажусь, потому что там тоже можно сказать фразу отступника. Ну, как сказать, отступника, просто плохая фраза, типа хорошая фраза, плохая фраза. Я их просто называю отступник и героя, потому что для героя подходят, например, верхние фразы, для отступника, наоборот, нижние фразы. Так, а, да, мне сейчас на Феррес надо лететь. Вот, то есть не на Феррес, а на Вермайер. Так, ну сейчас высадимся. Кстати, он не договаривает фразы. На этот раз я озвучу то, что он не договаривает. Потому что в прошлый раз я не ожидал то, что он будет молчать. Я даже субтитры не успел прочитать. Ну, там что-то говорилось о том, что он выбросил нас на ходу, потому что там турели в него стреляли. Значит, сейчас уж точно разберемся. Так, кого я возьму? А, без разницы, кого с собой брать. Выбрасывайте мака, влезем в пекло и... Выбрасывайте... Я проведу вас ниже зоны раду. Я неустойчиво... Забрался. У нас все чисто, капитан. Особо не задавайся. Держитесь подальше и не лезьте на рожон, пока я не отрублю зенит. То же самое же. Я свое дело знаю. Та же самая же, что и первая фраза. Третья по-любому... Ой, то есть вторая вот посредине между этими... Верхней и нижней фразой. Тоже такая же была бы. Ну ладно, я пропускаю момент этот... Скучный. Так, тем временем я уже подъезжаю на... В базу. Ну, на лагерь, точнее. В лагерь. На базу саларианцев. Что нам делать теперь? Подождите, пока мы не разработаем план. А что здесь... А, что происходит? Вы здесь главный. Какова ситуация? Я капитан Керахе. Третий секретный отряд ГОР. Вы высадились посреди зоны боевых действий. На вас были нацелены все до единого зенитное орудие. Шутите? Великолепно. И что теперь? Мы ждем, пока Совет пришлет по нашему запросу подкрепление. Мы и есть подкрепление. Что? Вы все, кого они прислали? Я говорил Совету, чтобы направили сюда флот. Я все, что у вас есть. Мы не поняли ваше сообщение. Меня прислали разобраться. Нас сюда направили за тем же. Пока мы разбирались, я потерял половину своих людей. И что вам удалось найти? Оперативную базу Сарана. Здесь у него исследовательский центр. Но он кишит гетами и хорошо укреплен. Что он здесь исследует? Какие исследования проводит Саран? Он пытается вырастить армию Кроганов. Как так может быть? Очевидно, Саран нашел лекарство от генофага. Это все усложняет. Мало нам гетов. Армия Кроганов. Его невозможно будет остановить. Именно так я и думаю. Мы должны уничтожить этот комплекс и все его секреты. Уничтожить? Я так не думаю. Наш народ умирает. Это лекарство может его спасти. Если лекарство покинет планету, Кроганы станут непобедимы. Мы не можем повторить свою ошибку. Мы не ошибка. Проблемы, но не у вас. Не беспокойтесь о нем, капитан. Я всегда беспокоюсь. Потому и жив до сих пор. Поговорите со своим Кроганом. А моим людям пока нужно время, чтобы разработать новый план атаки. Кстати, если вам что-нибудь нужно, обратитесь к капитану Рентоле. Он в одной из этих палаток. Похоже, тут все довольно сложно. Да, я бы так не волновалась, если бы не Рекс. У него такой вид, будто он сейчас взорвется. Хватит о Рексе. Бросьте. С ним все будет хорошо. Как скажете. Но если вы не против, я буду за ним приглядывать. Капитан, когда поговорите с Кроганом, зайдите ко мне. Давай сейчас поговорим с тобой. Это неправильно, Шепард. Если от генофага есть лекарство, его нельзя уничтожать. Это не моя проблема. Мы должны это сделать. Ваш враг Сарен, а не я. Правда. Сарен создал лекарство для моего народа. Вы хотите его уничтожить. Вот и объясните, Шепард. Сейчас для меня граница между другом и врагом как-то расплылась. У меня нет на это времени. Мне плевать на ваши личные чувства. База будет разрушена. Не давите на меня, Шепард. Я пошел за вами, потому что хотел драться за что-то большее, чем кредиты. До сих пор я был вам верен. Черт. Вы сделали для меня больше, чем мои родные. Но я должен знать, что мы сражаемся не за бессмысленную хрень, чтобы идти за вами и дальше. Это не обсуждается. Вам достаточно знать, что я отдаю приказ, а вы его выполняете. Значит, все. Столько времени, и это все, что я получаю. Вы не понимаете, что это значит для Кроганов? Эту базу нельзя разрушать. Я этого не допущу. Так, а в прошлый раз можно было... Если заставить застрелить... А, застрелить Рекса. Капитан, вы в порядке? Нормально. Мне сейчас гораздо лучше, чем ему. Ах, да. Пожалуй, что случилось? Он животное. Он только что доказал нам, что эту базу необходимо уничтожить. Черт. Я знал, что он злится. Просто не думал, что ради этого он готов погибнуть. Лучше он, чем капитан. Да, пожалуй. Так, ну а теперь... Нужно поговорить с... С капитаном Сларианцев. Как его зовут? Кира... Кирахин. С капитаном Кирахин. Жаль, что с Кроганом не удалось договориться. Нужно организовать похороны за счет совета? Или бросим его тело в болото? Бросьте. Он меня предал. Оставьте его тело гнить здесь. Я прикажу своим людям оттащить труп в болото. Если, конечно, мы переживем нападение на базу Сарана. У вас есть план? Я полагаю, это значит, что вы составили план. В своем роде. Мы можем превратить двигатель своего корабля в 12 килотонный заряд. Грубо, но эффективно. Мило. Сбросите эту штуку с орбиты, и Саран распрощается со своей турианской задницей. К сожалению, для этого комплекс слишком хорошо защищен. Взрывное устройство нужно заложить в конкретном месте. Будет непросто. Куда его нужно заложить? И как нам туда попасть? Бомбу нужно перенести на дальнюю сторону комплекса. Ваш корабль сможет ее сбросить. Но сначала нужно проникнуть в комплекс, отключить зенитную артиллерию и подавить наземные силы. Мы пойдем без огневой поддержки? У нас слишком мало людей. Мне это нравится. Хорошо. Предпочитаю честный бой. Все не так просто. Для лобовой атаки наша численность недостаточно. Я собираюсь разделить своих людей на три отряда и ударить по фронту комплекса. Когда мы отвлечем внимание противника, вы со своим отрядом проскользнете сзади. Я согласен. Надеюсь, вас всех не перебьют раньше времени. Мы крепче, чем кажемся, капитан. Но вы правы. Вряд ли многие из нас выйдут отсюда живыми. И от этого ваша задача становится еще более сложной. Нужно, чтобы со мной пошел один из ваших людей. Он поможет координировать наши действия. Забудь об этом. Я не привык передавать своих людей другим командирам. Я понимаю. Но миссия слишком важна, чтобы здесь было место для личных предпочтений. Он прав, капитан. Мы не справимся, если не будем координировать действия. Я вызываюсь добровольцем. Не так быстро, лейтенант. Вы будете нужны капитана, чтобы снарядить бомбу. Соларианцем пойду я. При всем моем уважении, сержант, это решать не вам. Почему, когда кто-то говорит при всем моем уважении, он имеет в виду, пошел к черту? Молчать, бойцы. Решать мне, а не вам. Подойдет любой из этих двух, капитан. Как я вижу, оба готовы пожертвовать своей жизнью. Хотя, если повезет, это не понадобится. Берите Кайдена, он мне не нравится. Мне его не жалко. Вы идете с соларианцами, только без выкрутасов, ясно? Слушаюсь, капитан. Я прикажу загрузить бомбу на борт Нормандии и дам вашей команде инструкции о том, как ее подорвать. У вас есть еще какие-то вопросы, капитан? Хочу узнать про план отхода соларианцев. А, ну ладно, это не то. Ладно, не хочу. Я еще не готов. Мне нужно еще несколько секунд на подготовку. Можете не спешить, но мы готовы. Ждем только вас. Отступник. Вы готовы, капитан? Я готов. Давайте приступать. Превосходно. Тогда, если позволите, мне нужно подготовить своих людей. Что ж, ну вот. Не делайте глупостей, пока меня не будет, Эш. Вас это тоже касается, капитан. Ты мне будешь указывать? Все будет хорошо, лейтенант. Да, я просто... Удачи. Будь наготове. Ситуация опасная. Будьте начеку и готовыми ко всему. Есть, капитан. Все вы знаете суть миссии и то, что от нее зависит. Я привык доверять каждому из вас. Но я слышу ропот недовольства. Я разделяю ваши опасения. Нас учили работать в разведке. Мы могли бы стать легендой, но наши данные засекречены. Слава на поле боя не нашла. Вспомните наших героев. Бесшумного, победившего целую нацию одним выстрелом. Беспокойную, которая посредством шантажа не давала врагу напасть на нашу страну. Эти герои не принесут нам утешения. И они не все, что у нас есть. Перед тем, как появилась сеть, был флот. Перед тем, как появилась дипломатия, были солдаты. Своим влиянием мы остановили Рахни. Но до этого мы держали линию фронта. Своим влиянием мы остановили Кроганов. Но до этого мы держали линию фронта. Своим влиянием мы остановим Сарана. Сегодня в этом бою мы будем держать линию фронта. Удачи, капитан. Надеюсь, мы еще увидимся. Так, уже двойный достойный. Ну, правильно, Рокса я убил. Ну, я возьму с собой Ашли Ильяну. Ну, в принципе, на этом задании я выполнил. Капитан, вы меня слышите? Отверждаю. Слышу, ясно. Хорошо. Начинаем атаку. Мы постараемся прорваться к зениткам, но, возможно, заканчивать работу придется вам. И, капитан, если вы найдете способ ослабить их оборону, нам это очень поможет. Хорошо. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.